Кратко напомню, четверо промышленной машины, компания, которую я здесь представляю, она входит в концерн тракторных заводов. Это один из крупнейших машиностроительных фондов, наверное, не только в России, а во всем мире. Ну, чтобы вы понимали, это порядка 17 системообразующих предприятий, на которых трудится сейчас порядка 20 тысяч сотрудников. Я представляю конкретно промышленное направление, но в конце он также входит и подразделение сельскохозяйственной техники, продукции для железнодорожной отрасли, действительно, заготовительная техника, аэн-компоненты и продукция военного назначения. Что касается промышленного дивизиона, то это наверняка известно многим нашим потребителям гусеничные бульдозеры массой от 15-17 до 65 тонн. Это краны трубоплачки также на гусеничной базе, колесные подручки, тяжелые колесные бульдозеры и линейка гусеничных экскаваторов массой до 45 тонн. Помимо этого, также в наш подъехал ряд входит вездеходы гусеничные плавающие и подручки с бутовым поворотом. Вот, собственно, о чем хотел рассказать более подробно. Сейчас мы ведем работу над модернизацией нашего основного продукта, это гусеничных экскаваторов с бульдозерным оборудованием. Ну, помимо, скажем так, текущей работы, которая у нас вылилась в создание новой облицовки, новой кабины с новыми элементами управления, была изменена конструкция увеличена база входовой, дополнительно увеличена емкость топливных баков для большего времени работы, крепления рыхлителя, другое, новые опции, модные сегодня системы кругового обзора, пожаротушения, централизованная система смазки. Хотел бы более подробно рассказать о так называемой системе БИУСК, бытовой информационно-управляющей системы, которая, собственно, помимо, наверное, банальных функций, таких как контроля датчиков двигателя, трансмиссии, сегодня может позволить не просто контролировать, а управлять машиной в зависимости от того, на какую нагрузку сейчас работает в бульдозе. Другими словами, по сути, сейчас оператор может выбирать только направление движения, все остальное из него может сделать машина. Она может приподнять отвал, может увеличить и уменьшить частоту вращения конечного вала и так далее. И еще одна большая тема, которую мы начали, это внедрение дистанционной системы управления на тракторной технике. Далеко мы пока, к сожалению, не продвинулись. Я сыграл свою роль в экономической ситуации, но, тем не менее, определенные работы с известной компанией безгруппы уже проведены. И надеюсь, что в следующем КТ нам уже будет что показать в этом плане. Этой зимой закончилось испытание самого мощного для нас экскаватора 45-тонного гидравлического полноповоротного с ковшом 2,3 куб. Не буду утомлять вас техническими характеристиками. Скажу лишь, что эта машина тоже является умной, как мы называем такие машины. Собственно, ее ум заключается в том, что мы попытались создать распределенную информационную управляющую систему, которая аккумулирует те данные, которые получают контроллеры гидравлики и контроллеры двигателей. И, в зависимости от нам, это, опять же, помогает оператору эффективно управлять машиной. На стадии заводских испытаний у нас сейчас находится самосвал с шарнирно-сочлененной рамой. Это пока единственная машина в модельном ряде, в подъемности 35 тонн. Как я уже сказал, она сейчас проходит заводские испытания и готовится к приемочным испытаниям. Думаю, что в следующем году мы можем говорить уже о серийном выпуске таких машин. Дальше наши совместные проекты. Первый наш совместный проект с компанией Navdiacom, который сегодня уже с удовольствием рассказать нам о своей продукции. Здесь наше сотрудничество выделилось установку системы нивелирования. Причем не только на бустдозер, как представлено на рисунке, но и на экскаваторы. Собственно, здесь я вам ничего нового не скажу. Скажу лишь, что реальные расчеты и реальные сравнительные испытания показали, что да, действительно, система нивелирования является достаточно полезной штукой. Позволяет увеличить производительность значительно. И позволяет снизить значительные эксплуатационные расходы. На нашу бустдозер могут устанавливаться, в принципе, любые системы, как базовые 2D-системы, так и полноценные полнофункциональные 3D-системы. Еще один наш совместный проект – это сортировочное оборудование. Пока не дробильное, но пока только сортировочное оборудование. В перспективе, да, есть задумки и по развитию дробильного направления. Сейчас мы пока можем предложить лишь дрохоты барабанного типа с различной производительностью, как в стационарном исполнении, так и в мобильном на дуфинчном ходу. И там, и там у нас по 4 базовых машины. Любая, естественно, машина может быть снабжена либо электрическим, либо гидравлическим, по-человеческим, дизельным приводом, либо комбинированным. Естественно, диаметры барабана могут быть разными, длина барабана и конфигурация барабана также могут быть разными. Сейчас в России у нас трудится порядка 4 таких машин. И, как я уже сказал, в дальнейшем мы надеемся на более высокий спрос. В принципе, все. Дальше реклама. Продолжение следует...